Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Всем привет! 43 серия сериала «Постучись в мою дверь в Москве» выйдет на портале ОКО 24 апреля. В 43 серии Алина в панике из-за поведения Сергея. Она не понимает, как можно забыть про встречу и не прийти на работу, ведь на Сергея это совсем не похоже. Тем временем Сергей говорит Руслану, что Стиллард – это компания Градского, и босс тут один. Затем Сергей вызывает к себе Алину и спрашивает, почему Руслан провел его переговоры. Сергей отчитывает Алину, а она просит его быть немного внимательнее и не поддаваться полностью чувствам. Алина говорит, что на его стороне и хочет узнать, когда он собирается ехать с Сашей в Турцию. Но Сергей отвечает очень неуверенно. Этот разговор подслушивает Саша. Руслан снова звонит неизвестному человеку и сообщает, что команда Стиллард ему даже нравится. И в Сергее что-то есть. Он просит того человека не переживать и что на его план ничего не повлияет. Посмею предположить, что он связывается с богатой бабушкой Александры, которая преследует свои цели. Нам пока они неизвестны. А как думаете вы, на кого работает Руслан? Поделитесь своим мнением в комментариях. Сергей говорит Лилечке, чтобы она осталась после работы и сделала множество срочных поручений. Но неожиданно для всех Лилечка дает отпор начальнику, заявляя, что у нее тоже есть личная жизнь. В холле все это слышит Руслан и с насмешкой над Сергеем поддерживает девушку. Сергей просто в ярости. Он просит продать все акции Руслана. Но тот отказывает. Руслан предлагает ему подружиться, а Сергей уходит. Кира и Олег начинают больше проводить времени вместе. Олег зовет девушку в гости с ночевкой. Кира в шоке, но не отказывается. Тем временем Саша выясняет отношения с Сергеем. Она говорит, чтобы он сказал ей правду, что не хочет с ней ехать в Стамбул. И что она у него на втором месте после Алины. Саша не понимает Сергея и хочет от него объяснений. А Филипп пытается пригласить Свету на обед, но она отказывает. Девушка думает, что он снова будет ныть об Алине. А Люся подстрекает ее попробовать отношения с Филиппом. Также Люся видится с Филиппом и помогает ему организовать свидание для Светланы. Сергей приглашает Сашу в кино, а после кино обещает ей серьезный разговор. Андрей узнает, что Петр собирается на встречу с Ниной и что она ему очень нравится. Тем временем Сергей показывает Олегу все документы, связанные с гибелью родителей Саши. А Кира пока не может подобрать наряд для свидания с Олегом. Олег в шоке от увиденного. Он советует другу поступить по совести. Руслан ждет под домом Сашу, а она не понимает, откуда он знает ее адрес. Он придумывает предлог, чтобы прогуляться с девушкой. Когда Сергей и Саша оказываются в кинотеатре, Сергей говорит ей, что выкупил все билеты и они будут одни. Когда кино заканчивается, уборщица кинозала говорит им, что пора уходить. А когда пара вышла, она себе сама проговорила, что Саша бросит парня сегодня. Посмотрим, сбудутся ли предсказания этой дамы. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на мой канал. Приятного просмотра!